Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу мы разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Текущая цена 9166 долларов. Актив на самом деле выглядит довольно слабенько. Напомню, что с предыдущего выпуска я вам обозначал то, что с очень низкой вероятностью мы с вами пойдем выше уровня 9550 долларов. Плюс там выставлялись защиты. Ну и так, собственно говоря, у нас с вами и получилось. Пошел довольно хороший объем продавца. Также с прошлого выпуска сразу хотел бы обратить внимание на альткоинах, а конкретно на столарлюмине. Конечно, мое почтение маркетмейкеру, что он тут провернул. Я скажу честно, я такого даже не мог ожидать, как и вероятнее всего большинство участников этого рынка. Но еще раз хотел бы вам напомнить, что на этом движении получилось заработать более 7% со сделки. Да, здесь, конечно, лошадку я выбрал правильную. Здесь она показала рост столарлюмина более 30%. Но здесь ничего нового вам не скажу. Во-первых, мы торгуем вероятностями. Во-вторых, тот, кто хочет забрать как бы все движение и каждое движение, но явно ему на этом рынке делать нечего. Сегодня с вами разберем среднесрочную локальную ситуацию по биткоинам. Все-таки я хотел бы сегодня ему уделить больше времени, чем альткоинам. Несмотря на то, что альта сейчас уже довольно неплохо откорректировалась, да, есть соображение, что сейчас мы с вами наблюдаем коррекцию падений, потом будет еще более сильно взрывной рост. Но камон, мы все-таки живем в реальном мире, а не в сказке. Нет, я думаю, что вероятность на то, что мы сейчас будем пробивать еще как-то более экстремально, например, если мы смотрим с вами Stellar Lumen, то я считаю, что здесь вообще ничтожная вероятность. Если мы с вами смотрим, например, Ripple, который потестировал свою глобалку, но закреплений не дал, потому что я бы сначала тот момент, что мы можем пробить глобалку, и от нее, соответственно, можно будет войти в сделку. Ну, получается, с какой доходностью? То есть можно было бы войти в сделку где-то от уровня 21,5 до 22, ну и, соответственно, где-то уровень фикса, это где-то 25-28 центов. Но преломление с закреплением нам актив не дал. Плюс сейчас биткоин показал характер, он показал то, что сейчас довольно неплохо его сливают, и действительно объем продавца сейчас превалирующий. И сейчас по этим продорговкам видно, что какого-то супер желания у покупателя сейчас набирать позицию не наблюдается, объемы довольно низкие. Я напоминаю, я вам выпуск, вы мне лайк. Ну и также, соответственно, оставляйте свои мысли в комментариях, и если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Что еще тут довольно важно относительно биткоина? Мы в очередной раз с вами отработали хай ниже предыдущего. То есть напоминаю вам, что раньше это был 10300, потом, соответственно, это 9950, дальше 9750, сейчас мы протестили 9500 и опять ушли на коррекцию. Сейчас небольшая вставочка от спонсора, и мы с вами продолжим. А спонсор данного выпуска это лицензированный игровой проект Fairspin. Если вы выбираете для себя подобный игровой проект, то надо выбирать проект, у которого есть история, а я напомню, что Fairspin уже более двух лет. Надо выбирать проекты с контролем честности, а Fairspin – это проект, основанный на блокчейне. То есть все вводы, выводы, все, что творится в проекте, все находится в открытом доступе, и все можно посмотреть. Если мы, например, возьмем июль, то есть пользователь, который вывел 101 эфир, с одной стороны кажется, да ну, но это все можно посмотреть в блокчейне проекта, это все открыто. Все игровые транзакции на сайте Fairspin фиксируются в смарт-контракте в токенах TruePlay. Это дает возможность по итоговым суммам выигрышей и проигрышей рассчитать процент отдачи слотов. RTP – Return to Player. Это просто огромное конкурентное преимущество перед другими игровыми проектами. Fairspin. Все ссылки вы найдете в описании. Смотрите, друзья, собирая все воедино, мы с вами наблюдаем то, что у нас, во-первых, если мы смотрим среднесрочную формацию, приоритет на шорт. Если мы с вами смотрим объемы в моменте, объемы не какие-то суперкрутые. Если мы с вами смотрим глобалку с этим V-образным откупом от уровня 3800-4000 долларов, без какой-либо разгрузки, я вот, кстати говоря, сейчас кучу видео смотрел и видел, что говорят, что не это просто то, что сейчас происходит, это коррекция, дальше пойдем за 10 тысяч, но очень низкая вероятность на это. Я еще раз вам объяснил, потому что, во-первых, у нас с вами было довольно неслабое засаживание на уровнях, еще раз, 10-200, 10-500, ну там 10-500 какие-то были, но 10-200, 10-300, очень сильные позиции засаживались. На пробой 9-950 тоже, ну средний уровень 9-750, 9-500. Я считаю, что здесь набрано лонгистов вот так вот и маленькая тележка, поэтому нет, я все-таки, если рассматриваю ситуацию глобально, я здесь с большей вероятностью ожидаю дампу. И все-таки я не меняю своих соображений, думаю, что дамп будет довольно мощный. Что касается ситуации по альткоинам, ну разумеется, работать исключительно от глобальных уровней. Если мы смотрим Stellar Lumen, то все, здесь сюда вообще лезть пока нельзя, пока этот актив полностью не разгрузится, либо, соответственно, не будет пробивать глобалку. Дочь также не полезешь и в эфир, ну извините, у эфира сейчас адекватная коррекция, это, ну давайте адекватная, 195 это адекватная, а по-хорошему актив должен просквизить и прийти в уровень 155-165. Ну то есть как бы здесь еще ждать и ждать. Довольно опасно. И вот если, например, по-моему, у Чищенко я видела, он тоже вот сейчас набирает шорт, и мне кажется, что несмотря на то, что я не сильно поддерживаю его стратегию, несмотря на то, что он большой молодец, но я думаю, что он довольно верно делает, потому что все-таки шорт-позиция, я думаю, здесь более приоритетная. Почему? Да потому что здесь можно поставить короткий стоп, даже если здесь все будет выносить, даже сейчас набрать шорта, да, но сейчас бы я не стал, потому что я думаю, что локально мы с вами еще отскок куда-нибудь 9300 получим, очередной, наверное, не 9300, уже где-то 9200. Я вот 9300 давал в своей закрытой группе, мы этот отскок получили, соответственно, коррекция, я думаю, сейчас мы получим небольшой отскок, и да, это оправдано, потому что в такой формации пойти тестировать девятку, и там ключевой уровень получается 8700 долларов. Вот это самый важный уровень, который должен нам показать, что все, мы его пробиваем, и, соответственно, дальше повалимся, мама, не горюй. Но к чему я это говорю, что даже если набирать, например, шорт-позицию сейчас, то можно ограничиться стопом, типа, а-ля, ну, с запасом даже, 9600 долларов, и это не будет какой-то адовый стоп, который там какие-то супер-минуса даст. Ну и, по крайней мере, здесь точка входа, но она просто оправданная такая. Я еще раз говорю, я не шорчу рынок, поэтому я просто сейчас нахожусь в Фиате, я продал активы, я сейчас нахожусь в Фиате в ожидании точки входа. И считаю, что здесь это самое правильное, потому что в момент, когда все погнало, когда надо было предпринимать действие, мы его реализовали. Я его реализовал, конечно, не на все движение, но тоже реализовал. А теперь все, теперь режим в ожидании, теперь надо выжидать. Как охота. Кстати говоря, насчет охоты, вот я у себя в закрытой группе тоже писал, вот сейчас хотел бы вам сказать, вы знаете, как это похоже, на что похоже была эта ситуация? Я писал, правда, еще до того, как мы получили коррекцию, но вот это подтверждает, с одной стороны, но я все-таки более среднесрочным хотел бы это рассмотреть. Вы знаете, это вот как рыба-удильщик охотится, вот она такой фонарик перед собой пускает, и вот маленькие рыбки на этот фонарик клюют, она их потом загладывает. Вот я плюс-минус считаю, что ситуация у нас на рынке такая же. Сейчас дают какую-то такую мелкую фантомную надежду на какой-то супер-тузимун, да, показывают где-то там взрывные объемы, но давайте будем честны, чтобы сейчас столкнуть Ripple, чтобы сейчас даже Ripple не надо, чтобы сейчас столкнуть Lumen, ну, если мы смотрим в рамках всего рынка, какой-то супер-объем и не нужен. Ну, да, круто, что он сюда пришел, но это вполне может быть этим самым фонариком, который сейчас заманивает рыбку, и потом будет такая кровища с расчлененкой просто. Я все-таки рассматриваю в глобальном сетапе, что это будет коррекция. Коррекция, как минимум целевой уровень коррекции, это где-то 7 тысяч с половиной долларов, соответственно, ну и плюс там стопы, сквизы. Я думаю, что это где-то потенциальный уровень коррекции, ну, где-то до 6200, вот так вот, плюс-минус. По крайней мере, мои соображения здесь не меняются. Если мы смотрим совсем локалку, я думаю, мы сейчас с вами получим восходящее движение, восходящее движение в рамках канала до уровня 9300. То есть, ну, я считаю, что это потенциально. То есть, я думаю, что мы уже 9400, 9500 тестить не будем. Дальше, вероятнее всего, пойдем на ретест девятки. Конечно, здесь нужно смотреть на объемы в моменте. Ну, вот я сейчас наблюдаю объемы, ну, перед выпуском готовился к вам, наблюдал объемы. Ну, знаете, здесь каких-то суперобъемов нету, интереса в рынке нету, продавец уже свое все сделал. Но что сейчас вот в этот рынок лезть? Это ловля ножей, которые совершенно никак не подходят под адекватное соотношение риска и прибыли. Поэтому как-то так. Надеюсь, мои соображения были вам полезны. Ну, если, соответственно, это так, поддержите выпуск лайками. Свои же соображения оставляйте в комментариях. Ну, если не подписаны на канал, уже самое время подписаться. До следующего выпуска, друзья. Работаем.